Дробовик «Условная завершенность» — новый рейдовый экзот, который падает случайным образом за убийство Незерека. Увеличить шанс получения экзота можно с помощью завершения триумфа в печати рейда, но лишь тех, на которых есть пометка с экзотической энграммой. Во вчерашних трех заходах на рейд у меня куча сокланов выбили шотик, но не я. Плассика. При том, что мы выполнили семь триумфов, типа испытаний на каждом этапе и проходов под класс синити. Но есть и еще один способ упростить получение этого экзота. Об этом в сообщении от спонсора этого видео. Спонсор сегодняшнего видео — проверенный сервис двинг.нет, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. Благодаря обновленному функционалу сервиса больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти новый рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется постоянно много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на двинге есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Основной особенностью этого экзотического дробовика стала возможность стрелять двумя типами энергии — стазисной и солнечной. Когда вы делаете первый выстрел, вы наносите стазисный урон. Когда стреляете во второй раз, наносите солнечный урон. Что также важно, если вы попадаете всеми, ну или практически всеми дробинками в противника, на него будет наложен дополнительный стихийный эффект. Заморозка, в случае если это стазисный выстрел, и воспламенение, если это солнечный выстрел. И да, стазисный не замедляет, а прям замораживает. На случай, если вы вдруг забудете, какой тип выстрела сейчас заряжен в вашем дробовике, просто посмотрите на прицел. Его перекрестие, если можно так сказать. Будет оно меняться в зависимости от типа урона. Треугольник, если стазис, и круг, если солнце. Ну вы поняли, да? Отсылочка. Треугольник для темной энергии, круг для светлой. Концепт, кстати, этот не заканчивается на прицеле. Дробовик даже стреляет с разбросом разной формы. Это хорошо заметно, если выстрелить в стену. Ну, как ты обычно и делаешь, играя с дробовиком. Стазисный разброс в форме пирамиды, а солнечный в форме круга. Некоторые отмечают, будто с этим связан, например, факт, что стазисный урон от выстрела в форме треугольника будет кучнее и чаще критует противников в ППП сражениях. Но я лично не проверял. Кстати, не обманывайтесь странному обозначению емкости магазина, указанному в игре. Два выстрела – это всё, что вмещает в себя этот шотик. Это же является и первым его минусом, особенно в случае динамичной игры вроде Гарнива. При этом урон от дробовика всё же довольно высокий в ПВЕ. Если мерить на стандартном боссе из Затерянного Сектора, то выходит цифра около 117 тысяч урона. За счёт того, что первый выстрел замораживает, а второй разбивает заморозку, плюс наносит свой урон, плюс накладывает воспламенение. Это делает дробовик экстремально близким по урону к снайперке Бремя Идзанаги, которая сейчас в мете для нанесения урона. Так что если босс, которого вы собираетесь дамажить, позволяет подойти достаточно близко для стрельбы из дробовика, условная завершённость будет хорошим выбором. Подытоживая. С оговоркой, что я сам не получил его на свой аккаунт, но за то время, что успел с ним поиграть в разного рода ПВЕшки, решительно жду следующего вторника и надеюсь на удачу. На мой взгляд, этот дробовик самая интересная награда, которую можно заработать в новом рейде. Он отлично работает против жирных противников с жёлтой полоской ХП, он хорош в таком ноу-брейн уроне по боссам, во всяких затеянных секторах, герой к пабликах, гамбите и так далее. Отлично его можно сочетать с пистолетом-пулемётом во второй слот и каким-нибудь греником или ракетой в третий. В общем, если до того, как я сел работать над этим видео, я хотел выбить этот дробовик просто, чтобы скорее рассказать о нём вам, то теперь, поиграв и, в общем-то, показав его, я решительно настроен, что это нам надо. Так что спасибо за просмотр, заряжаю вас на удачу, чтобы вам выпал этот дробовик поскорее, и пока!